мы считаем, что чужие строят нативную базу используют грудь латиков нельзя терять преимущество я вернулся сука ага, нужно их восстановить оставшиеся силы, да? пришлятся, что здесь мутят так сейчас хопана, хопана трубчики о, письмо пиком я сейчас тебе кое-что скажу и ты мне, конечно же, не поверь что, пожалуйста, постарайся задуматься над моим словом я думаю, что ягерь при этом кемпинге пришелец ааа, я понимаю, как глупо это звучит но когда пару дней назад я вышла ночью из домика и увидела его а он меня не видел его кожи его кожа вдруг так и пиздец, и обрывается сери ху ну реварвер можно его выхватить бац, бац башки вот эти знаменитые их леса с огромными деревьями они их не вырубают у себя они у нас их вырубают вот папоротник этот вонючий папоротник вонючий папоротник поэтому они ухватят ухватят а а а но и и так значит и ломите ему бей этот пусть отвлекает отвлеките их ваша ста цель но это и чем такое да как я и дурак туда я вижу что там а вот но для тех не вижу там них а а это трудно описать он как-то мерцал а это продолжение до записки одно мгновение он был ягерем гаррисом гаррисом а в следующий миг он был боже я не знаю кем он был но не человек сегодня случилось еще кое-что странное я не знаю связано это с ним или нет но я думаю что иначе не может быть и ждать следующую дать это брать не она она как она бежала писала и она писала потом подумала что она их разбросает в разные эти чтобы энтрички было больше а вот тут мины одни и там дело Отходим! За командиром! За мной! Я с вами! Воду! Они давят, что будешь делать? Цели уничтожены! Откройте! Что еще делать, кстати? Вот они! Надо выпустить их! Док, мы нашли группу лунатиков, но основной постройки не видно. Вам нужно спешить. Когда строительство закончится, лунатики будут им не нужны. И от них избавиться так же, как в Нью-Мексико. Тогда положение чужих было гораздо лучше. Мы полагаем, что теперь от лунатиков избавиться. Вы хотите сказать? Это еще одна причина остановить их. Не хуже комплексы под землей. Это мазайка под землей комплексы есть. Вот. Вот. Я проходил именно другого домика. Там живет один парень. Жена. Этот парень стоял на крыльце. И у него были черные глаза. Как будто в них была нефть. И он стал так странно разговаривать с сестренкой. Я не знаю, что здесь происходит. Но я просто хотел записать все это. На случай с я. Ну, на всяких случаях. Нел. Ну, это же не она. Это же не сестренка. Это же не Нел. Ну, короче, тут мужик. Труп мужика. И деревья. Так, он уже чертеж. Похоже, они закончили строительство. Значит, спасать лунатиков надо как можно быстрее. Снижает уровень здоровья владельца, но уничтожит скорость перезарядки. Умений. Че-то у меня уже такое было. Эй, тут целый арсенал Внимание, дальше может быть что угодно Да Командир противника Агент Карта, где у меня? Что у тебя там? Ставь ракетную турель У меня тут свои проблемы Сейчас будет дрон помощник Теперь он наш лучший друг Минируйте это место Мини установлено Оттяните их туда Они закрылись, это их отвлечет Ломите ему Так и жахнет Дайте артиллерию Вверх и в сторону Покороче, док, мы заняты Моих соседей скачок и Остановлюсь Дану К делу, док О, чёрт Мы же хотели спасти лунатиков Тогда вам надо поспешить Я же честно, я же не слышу что они там говорят Да Повыше Что у нас тут Так, жертвы контроля разума Становятся крепче И наносят Больше урон А это что у нас? А, сильный ранг Жертвы контроля разума Когда действие У меня завершается Когда контроля разума Ослабивает Мощный психический взрыв Становится в вашей жертве Тяжелой раны Конечно же Вот эту я возьму А чё там у нас в последнее У всех больших взвод Вот, да Один 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 уровень, да Остался? У кого ты там? У кого ты там? Что делать-то? Как что, стреляй Сбегай Внимаем Ты здесь Я не знаю Я не знаю Подроград Что делать? У тебя Парагражданский Барнс Защитите башню И я вас заберу Откуда abe Крик Барнс Укройте! Знайдер! Прикончите его! На ваших статей! Ланьки добил его! Прикончите его! У нас гости! Приготовьтесь! У нас проблемы! Да где это, блядь, в порядке вы? Не сбавляем темп! Запускаю дрон! Он на нашей стороне! Давайте Глота! Хорошо! Синят, мрази! Нам нужны ракеты, быстро! Ракеты готовы! Отвлеките их! Быстрее! Сейчас отвлеку их! Так! Да я не могу туда вот пробраться! Авиалендарь посильней! Закладывайте мину! Закладывайте мину! Что за полоска осталась? Цель уничтожена? Ура! Так... Чё это? Была остальная установка? Нет, такой брал, не теряйся. Так, смотрю внимательно. Где-то может быть какое-нибудь улучшение. Нету, да, ничего? Пора кончать с этим. Картер, как вы там? Все, мы закончили. Поехали домой. Все. Показалось, что на базе было множество людей, зараженных лунатизмом. Несмотря на упорное сопротивление, противники смогли спасать всех обнаруженных лунатиков. Круто. Круто. Так. Чё там? Круто. Вы как... Круто. Погоди... Так. Надеюсь, вы в форме? Да, сын. И рвусь в бой. Особенно теперь, когда у нас есть шанс. Мы убили их вождя, включили сети, закрыли врата. Что изменилось? Военные сообщают, что поведение врага на поле боя изменилось. Кто-то бежит, кто-то в беженстве, но большинство просто растет. Этого хватит? Одна из групп только что вернулась в Розман в Джорджии. Они разгромили поган. В первый раз мы вывели чужих с укрепленной позицией. Очень надеюсь, что не впоследствии. Будем освобождать город за городом? У нас уйдут месяцы. И даже годы. Но конец уже виден. Надеюсь, ученые захватили что-нибудь полезное с планетой Джорджии. Думаю, мы не скоро подовернемся. Кроме эфириала, которого вы захватили. Доктор Уирн анализирует устройство мозаики. Жаль, что она уничтожена. Она бы нам пригодилась. Припочитаем вынуть своими мозгами. Правильно в руках мозаика стала бы благом для человечества. Представьте, что все люди в мире связаны между собой. Думаю, Сталин бы с вами согласится. И не только вот. Мозаика из строя. Вопрос лишь в применении. Хватит разговора. Пора кончать с ним. Вот это теперь. Не, нахуя? Нельзя мозаику фигбанути, что ли? Мысли такие. Так, масштабная операция. Последняя война. Уничтожить башню связи. Чужим нанесен серьезный удар. Они отрезаны от родной планеты, но их силы на Земле все еще велики. Они управляют остатками своих войск из центра связи на Среднем Западе. Попробуйтесь в Чикаго. Уничтожить башню. Хорошую. Э. Что зачем? Джонсон, что это? Погодите, электричество нет. Это я и сам вижу. Простите, что прерываю. Директор Фолка, вы нужны в лаборатории. Надеюсь, это важно, доктор. Высшей степени важно. Эфериал просыпается. Похоже, планы меняются. Давайте в лабораторию Катар. Встретимся там. Да, сэр. Так, что-то мне это не очень нравится. Ух ты, какая грозная тень от него. Катар, что бы вы ни делали, прекратите. Сейчас, да. Катар? Катар? Боже, да что? Ты слишком крыло, чтобы просить всех. Но ты сильнее, чем нашим путь. Вот ты. Я агент Куитинка. А ты что за хрен? Ты говоришь, что я с умением Картера. Но только потому, что еще не знаешь своего. Нет. Нет, я умею Картера. Но и нечто, нечто большее. Ты спаян с умением Картера. Теперь он часть тебя в этом мире. Но ты больше, чем он. Гораздо больше. Значит, Картер это сосуд. А я? Я как ты. Мы никак не называем себя. Хотя наши хозяева в реальных мирах дают нам разные имена. Обычно нас зовут Эфириала. Но кто же мы? Мы созданы, чтобы изменять. В лучшие времена мы передаем друг другу нашу мудрость и знания. Но сейчас это невозможно. Исток все ближе. Это невозможно. Исток мертв. Я... Картер убил его. Ты еще многого не понимаешь. Так. В тюрьме. Откуда мы пришли? Где наш родной мир? Мы посылены во многих существующих мирах. Если тогда-то у нас был родной мир, для нас он потерян. Мы его позабыли. Скажи мне кто был. Я, как ты, только на моем источнике. Я послуюсь в том мире, соединилась с молодым ученым и возвеличил ее в средине их родных. Это был источник, да? Да. Вместе мы положили начало проявления истинного процветания. В нашем мельчайшем достижении стала сеть, названная Мазалька. Как я оказался здесь? В теле Уильяма Картера. Какое твое первое воспоминание? Когда ты вообще танкнул? Уильям Картер был ранен. Он умирал. Его мозг кричал от боли и страха. Начиналась война. А потом я был Уильям Картера. И мы сражались. На планету пришла более совершенная жизнь и пробудила тебя. А ты в свою очередь нашел носителя. Уильяма Картера. Связь с хозяином не просто существование в его теле. Пока вы связаны, ты и есть Уильям Картера. А Уильям Картера это ты. Охуеть! Ты сказал, что исток близкий. Ты предпочитаешь действовать. Это замечательная черта. Но если у тебя есть вопросы, то ты можешь задать их. Мы редко встречаем своих. Мне многое нужно узнать. Ты ищешь знаний, чтобы действовать осмысленно. Ты мудрее меня. Что именно ты хотел бы узнать? Ты сказал, что исток близкий. Ты предпочитаешь действовать. Это замечательно. Раз исток угрожает, нужно действовать. Ты осознал себя слишком рано. Но это связано с повышенной активностью. Хорошо. Для очищения нам нужно объединить усилия. Для чего? Эти мюны нужно очистить. Это поможет не всегда остановить рост мозаики. Печальней жертвовать столь юным видом, но исток должен быть остановлен любой ценой. Это приговор человечеству. Жаль, но это необходимо. Они погибнут ради того, чтобы другие виды никогда не столкнулись с могуществом. Жизнь не перьется. Во все времена у нас будут новые носители. Ты говоришь об уничтожении человечества. Люди этой планеты ни в чем не виноваты. Теперь человечество знает, как ловить нас и как использовать нашу великую мощь в своих целях. Это знание и все осколки мозаики следует уничтожить. Я отказываюсь участвовать в уничтожении этих людей. Я проснулся в этом мире. Этот мир не только и не одно и мой. Возможно. Я знаю больше тебя. Но у тебя есть мудрость, которой я еще не пришла. Решено. Мы рассмотрим другие варианты. Стоп, стоп, стоп. Никто ничего не будет делать, пока я не скажу. Это... прекрасно. Но только не для меня. Хартер, нет! Хм. Не думал, что получится. Че... Че за хуйня? Уилл, Уилл! Папа, где ты? Смотри на меня! Я не смог бы спасти их. Даже с твоей помощью. Я потерял их. Думал, что потерял все. Папа, я тебя не вижу. Уилл, спасти нас! Только не для меня. Но ты... Ты забрал последнее. Ты забрал меня самого. И вот... Нас двое. Я... И ты. И только один из нас останется в живых. Почему ты еще действуешь? Ты должен подключиться и выяснить. Нет. Я не могу вернуться. Я потеряюсь. Они все узнают. Это неизбежность. Это неизбежность. Я не понимаю, как может работать взорванная сеть. Я не вернусь оттуда. Даю слово. Мы не оставим тебя там дольше, чем будет необходимо. Хорошо. Итак, передачи подключен. Учитывая обстоятельства, у меня нет времени разбираться с инвазивными вариантами процедуры. Доктор? Есть и другие трудности. Регулировка напряжения, маскировка сигнала, каскад нейронных сетей. Доктор! Да, да, вот что. Доктор! Да, да, вот что. Вот, вот он. Анализирую. Что тут анализировать? Эти гады жрут нашу гребаную планету. Куэр? Данные смещаются. Пытаюсь вернуться из... Все сведения защищены. Он его забрал. Блинник. Блинник, говноруно. Буэр, рвите связь! Пиздец. Слишком хтосно. Черт, нам нужны данные. Ёбаный врод. Ох. Так, а че здесь было? Ну, а че здесь было? Ты всегда был не просто человеком, Кантер. Я должен был догадаться, что ты из пыльника. Кантер, вы ранены! Ходок! Что за хуйня? Блядь. Вы бы не сумели держать меня в тюрьме вечно. Ты сам знаешь, что такое тюрьма. Не сбавляем темп! Тут чисто. Идем дальше. Он идет к укреплениям. Освободись от демона! Но у тебя мало времени! Стоп. Стоять. Здесь я принимаю решение. Кантер, что у вас? Он идет к системам защиты. Ага. За подкреплением. Возьмите себя в руки. Черт, это я и пытаюсь сделать! Приск ради безопасности. Я уверен, что многие из вас уже известно, что на этом бееке содержатся чужие. Примите во внимание, что в своих камерах они бессильны. Поэтому нам следует принять все меры и осторожно, чтобы они там и оставались. И если они сбегут, то проявляют исключительную агрессию и силу. Я разместил вокруг объекта охрану. Пожалуйста, будьте внимательны. Или сообщайте ближайшему хранителю, если вы заметите какое-либо упущение с нашей стороны. Чтобы мы могли снизить незначительный риск, прежде чем он, сука, превратится в угрозу. Благодарю за соответствие. Блюз, вон, в начале тоже за соответствую. Здесь что у нас? Что это за бомбежка? Я не понял. Так, съебите нахуй. Внимание, внимание. Снимут персоналу и готовятся к обороне базы. На базу совершено нападение. Это не учение. Снайпер, ложись! Ломите ему! Запускаю дрон! Стреляю! Поднимаю! Готов! Еще чуть-чуть! Внизу снайперы! Внизу снайпер! Отвлеките их быстрее Это их отвлечет Дайте артиллерию Клод в деле Вegeмое место Отвлеките их Готовь Он не может Отвлеките их Отвлеките их Вперед Вперед Продолжение следует... Так, теперь некуда... Вообще вниз, так сказать, посмотреть... Продолжение следует... Так... Сука... Вот ты не умеешь, да, назад? Что делать? Чем... Сражаться? Так... Только расслабились... Мы возьмем вашу базу и всю планету. Но ты еще можешь перейти к нам. У тебя есть то, что нам нужно. Ты носишь одного из них, как исток. Просто возьми власть в свои руки. Что он ищет? Смотрите, мы в лаборатории энергоматериалов. Бомбы! Он взорвет базу ко всем чертям! Нет, он этого не сделает. Фонг! Что, черт возьми, без меня случилось? Почему эти данные так важны? Исток жив. Он прошел за нами через врата Венны и привел с собой целую армию. Теперь его главная цель наша база. А потом он займется нашими городами. А этот лазутчик владеет сведениями, без которых нам истока не остановить. Именно. Молниевая пушка. Один типа заряд. Ксенобиология. Гоменодия чужие, черные слезняки, названные глотами, удивительно отряжаются по своей физиологической стороне. В чужих невероятно гладкая кожа, которая эффектно снижается и грубеет под внешним воздействием, даже если у глотов же есть магнитное поле, соединяющее вместе отдельные частицы. У мертвых глотов частиц, притягивающих случайно вывозом. Однако, пленные особи, как выясняется, могут контролировать построение частиц и принимать любую форму. На следующей неделе я продолжу эксперименты. Роберт Холл, старший ксенобиолог или кто-то. Так, что-то они не густо на это, да, пушки? Сюда. Мы загоним его. Картер, у нас мало времени. Совсем мало. Что там у вас? Мы подбираемся к лазутчику. Но он говорит... Это... штуковина. Нужно убрать ее. Эфириал был ценным орудием в этой войне. Его нельзя потерять, особенно сейчас. Вам ясно? Ты убедил даже волка. Сканипон, с чего ты... С чего Картер идет против этого? Это ж чудик, он наоборот... Землю спасти хочет. Или с переводом что-то не то. Так, четвертый год, 1963. Моим дорогим друзьям, сегодня мы последний день. Я говорю, вы все умны и талантливы, но... Вы бьете и решите этих несчастных существ безо всех просто состраданием. Они являлись всегда, чтобы помочь вам, а вы пытаетесь... Их я ухожу, чтобы забройно принять их так. Думаю, рано или поздно вы тоже увидите свет. И примите неизбежно. Надеюсь, скоро все вы присоединитесь ко мне. Скани ваши Джона. Придурок. Блин. Всему бункеру пиздец пришел. Ну, как он. Вон, пока мне и пришла эта пушка. Три патрона сегодняшний. Ну ладно, пора разжахну, постарел. Каково новое пшель? Три патрона сегодняшний. Три патрона сегодняшний. Ракетная турель готова к бою. У нас будет дрон-помощник. Я его контролирую. А вот и глот. Вверх и в сторону. Ломите ему. Отвлеките их. Я ранен. Хватит с меня приказов. Мы тут как на ладони. Надо что-то делать. Три патрона. Три патрона. Этот готов. Они подходят. Жду приказа. Прикончите его. Ломим, командир. Двигаюсь. Поднимаю. Нам нужны ракеты. Быстро. Ракеты готовы. Глот в деле. Ракеты слушают. Чёрт у вас всех. О, нет. У нас классно. Сдержи! Сопротивляйся! К воду. Размещаю дрон! Наресток был как деката. Сильный, решительный. Но его разум не принадлежал ему. На нём тоже лежало проклятие Кириала. Что у меня делать? В смысле что? Воевай! Сюда! Я видел два разных мира. Путешествовал между мирами. Но везде, везде я был рабом. Я просто хочу свободы, Катар. Хочу хоть раз быть собой. Да. И я тоже. Оставь меня в покое! Сэр? Угент Картер? Не могу... Да. Угент Картер. Угент Картер. Скажите, что данные у вас! Всё у меня. Хорошо, возвращайтесь на Мститель с Офиалом. Ты обманул Фонка, но обещаю тебе, базу ты не покинешь. Чёрт. Попробуем, отеливающиеся. Записка. Нет просто. Мы понятия не имеем что с ними делать. объект сохраняем прежнюю физическую форму ну и глаза и носа суммедных количеств этика черная слизь мы не смогли определить имеет ли это слизь какое-либо назначение или это побочный продукт внутренней реакции объекты вроде по камере или стоят на месте потерять бессмысленно сразу все попытки вступить с ними в контакт провалились я же этого до сильвы уже собой чуть хуня общего нету предпринимать хотя бы гражданских нет он не понимает что делается еще чуть-чуть да пиздос какой то что там с артерией а ни хрена а ну щепите враг атакует что гад думал мне слабо не я освобожусь не оставь Чьих-либо еще. Че, вернуться в эту хрень? Сейчас, сейчас, с тихим фолком. Ну, вот, типа, три выбора, да? За кого? Кому перейти? Уивер. Фолк? Нет, но хочет всем, это общий разум. Этот хочет... ...использовать, чтобы отстроить все прочее. А это полностью избавиться от всех. Давай, стейся. Ой, идиот несчастный, сделай умную вещь, стайся. У нас нет времени на твои истерики. Так. Типа, просмотр, да? Оценим ситуацию. Картер опасен и непредсказуем. Эфириал — ценный союзник. Его долгосрочные цели не ясны. Однако, выбора у нас нет. Нет. Это как-то связано с тем, как вы управляете носителем. Влияние же едва заметно. Уильям заметил его только сейчас. Может, с доктором попробовать связаться? Давайте с доктором. С доком. Прощай, Грэйси. Простите, Картер. Арестуйте его. До чего все дошло? Говорит директор Фолк. Всем агентам Икс-Ком на задании. Если вы получили это сообщение, значит, я отдал приказ об эвакуации код Альфа. Не приближайтесь к зоне Икс. Все сотрудники Икс-Ком, находившиеся в зоне Икс, должны считаться погибшими. Спасательные операции не проводить. Всем, кто остался, приказ один. Выжить. Выдержать. Победить. Уничтожьте их, иначе они уничтожат нас. Называя демона, события, которые привели к инопланетному вторжению и его разрешению, последствием целиком полностью. Моя вина. По моему приказу, доктор Вир подключил пленного пришельца к мозаике, чтобы обнаружить фрагмент захватчика. Войдя в контакт с мозаикой, пленник сразу же раскрыл нас в положении нашей вазы и подставил нас под удар. Мы узнали, что агент Картер находится под контролем существа, именемого Эфериалом. Это создание той же природы, что и существа, захваченные в ходе операции трещина в планете. Попытки вырваться из-под власти Эфериалу подорвало велическую душевную силу Картера. И нам пришлось арестовать его. Затем доктор Алан Увер допустил Эфериала в свое сознание, чтобы получить тактическое преимущество перед врагом. И все, и получается Картер, все. Агент Вильгер, введите нас в курс дела. Так, нашу базу только что уничтожили. Над планетой завис огромный корабль чужих, и как мы только что видели, мозаика по-прежнему работает и управляет делами чужих. Если вы выбрали, то это все. Чего я упередула? Мы же взорвали мозаику к чертовой матери и исток и заодно. Исток жив, в некотором смысле. Его разум живет внутри мозаики, как раньше жил Эфериал. Исток поддерживает достатки сети. У него достаточно сил, чтобы контролировать ядро мозаики и передавать через него приказы. Однако, он гораздо слабее Эфериала. А это заставляет меня предположить, что исток, как и новое ядро мозаики, где-то рядом, то есть на борту флагмана. Если он подпитывает мозаику вместо Эфериала, почему чужие не начали массированную атаку? Исток силен, но он гораздо слабее Эфериала. Мозаика больше не может вещать на большие расстояния. Возможно, она действует только в пределах флагмана. И что вы предлагаете делать? Я сильнее его. Дайте мне доступ к ядру новой мозаики, и я возьму над ней контроль. Чужие исполняют любой мой приказ. Одно слово, и война закончится. В ядро можно попасть, уничтожив три реле мощности. Одно в оружейном комплексе, второе в биологическом научном центре, и третье, самое важное, посередине. Значит, мы уничтожим реле и откроем путь к ядру? Чтобы обойти автоматическую систему безопасности, все реле должны быть отключены одновременно. Их нужно уничтожить разом, иначе у нас не будет шансов. Решено. Отправляемся туда. Осталось подготовить все необходимое. А, типа все то же самое, да? Слава Богу, это вообще все нахер скинется. Мы установили радиосвязь с низкими членами сухом на земле. Небольшая группа смело скрыться в глуши и пытаясь держаться подышим. Так вот. Ах. Что это за хрень? О, черт, не думал, что увижу гибель Эксклама. Не весь Эксклама. Мы ведь еще живы. Думаю, вы правы только. Но это как потерять душу, понимаете? У нас есть мстители. Им не удалось его сбить. И сомневаюсь, что удастся, пока вы за штурмалом. Это точно. Я в вас верю. Кроме того, у нас, в отличие от наших врагов, есть Эфериал. А, пришелец, о котором мы говорили с полком. Так вы с ним связаны? Я попробую объяснить вам. Представьте, что во Вселенной есть существа, которые состоят из чистой энергии. Вообще бестелок. Что-то я вас не очень понимаю, Дорк. Дальше. Есть хорошие пришельцы и плохие. Плохие хотят поработить всех, включая хороших. Картер был связан с хорошим пришельцем. И тот помог Картеру воевать с плохими? Да. Именно поэтому он был лучше остальных агентов. Раз у нас общие враги, это еще терпимо. Мы же за одно дело сражаемся, так? Или в бой, или они доберутся до нас. Может, сначала устроим ремонт где-нибудь в тихом месте? Невозможно. Исток слишком быстро набирает мощь. Он уже восстанавливает мозаику. Как скажете, Дорк. Жаль, что времени нет. О, да. У нас есть возможность и ресурсы. Мы обязаны защищать человечество. Если нужно, ценой жизни. А больше никого и нет, так ведь? Из других стран ничего не слышно. Возможно, их уже нет. Никакие пришельцы не смогут напасть на Землю и уйти безнаказанно. Думаете, там есть кто-то еще? Ну, моя интуиция подсказывает мне, что во Вселенной есть и другие формы жизни. Надеюсь, они дружелюбные. Некоторые да, уверяю вас. Готовы ко взлету, Барнис? Да. Я всегда готов. Угу. Директор, с вами все в порядке? Я могу вам помочь? Да. Верните мою базу, моих агентов. Очистите небо от чужих и сделайте так, чтобы они никогда больше не угрожали моей планете. Мы сделаем так, чтобы чужие больше никогда никому не угрожали. И тогда мы сможем восстанавливать все, что потеряли. Кроме людей. Или эфериалы людей не учитывают. Вы хорошо меня знаете, Фалк. Вы видели, что я сражался за человечество. А что вас думает доктор? Он думает, что человечество может погибнуть. И что я могу закончить эту войну, если отниму мозаику истока и прикажу чужим сложить оружие. Должен сказать, звучит неплохо. Но можно ли вам доверять? Разве вы кому-нибудь доверяете полностью? Хоть кому-нибудь? Если придется выбирать, доктор, я назову агента Уильвера. Хотя до недавнего времени я бы назвал еще и агента Уильяма Картера. Можете мне не доверять, но позвольте мне спасти ваш народ. Если вы поддержите меня, мы сможем уничтожить истока и захватить мозаику. Исток. А то же мы в тот раз его не добили. Он сотни лет мог изучать эфериалы. Неудивительно, что он сумел кое-чему научиться. Господи, он теперь эфериал? Нет, у него недостаточно цвета. Он не может оправдать мозаику. Только пиздобольство. Вы же понимаете, мы с вами можем погибнуть при попытке захватить мозаику. И человечество останется без защиты. Я вижу три варианта. В двух человечество гибнет. В одном есть надежда. В нем мы должны напасть на истоку и мозаику. Согласен. Если дать истоку время, он уничтожит нас. Он уже пытается восстановить мозаику. Не сомневаюсь. Жаль, этот ублюдок не сдох с первого раза. Это точно. Теперь нам нужно действовать быстро. Мы должны опередить его. Вы очень боитесь этой мозаики, так ведь? Боюсь? Нет. Но никто из нас не хочет стать рабом. Наши интересы совпадают. Вот и поговорили. Никогда бы не подумал, что вы такое скажете. Наслаждайтесь новизной. Доктор. Не бойтесь меня, Гет Вивер. Я тот же человек, которого вы знали. А также эфириал, с которым вы работали. Я не боюсь вас. Я просто хочу задать один вопрос. Чужие прибыли сюда в поисках эфириалов. А если бы вас не было на Земле, они бы нас не тронули? Рано или поздно они все равно напали бы на Землю. Через год или через сто лет. Они уничтожили собственную планету. Но если вы, эфириалы, помогаете Вивиду стать лучше, то как это произошло? Не знаю. Шельмеш была убита Картером. Я не успел спросить ее. Но хотелось бы знать, да. Хорошо, что вы объединились с Уиром. Его любознательность заставит вас сомневаться во всем. Вы оба уже придумали, что делать дальше. Нашей главной целью должен быть исток. Ведь это его гений создал мозаику. Гений? Вы его уважаете? Он был ученым. В какой-то мере я понимаю его. Надеюсь, вы не пойдете по его стопам. Иначе я вас уничтожу, не колеблюсь. Иного я от вас и не жду, агент Уивер. Наша цель их флагман. Чтобы захватить его, нужно победить истока и мозаику. А что вы собираетесь с ним делать? Ну, если мы выживем? Изучать? Чужие значительно опередили нас по части технологии. Будьте осторожны, доктор Уир. Не поддавайтесь вашей жажде знаний. Этот корабль опасное оружие. Мозаика по-прежнему опасна. Уже не так сильна, но исток может поддерживать ее в рабочем состоянии. Как им удалось выжить? Мы ведь взорвали ядро мозаики. Мы убили истока. Исток создал мозаику давным-давно. Он обладает способностями, о которых мы и не подозреваем. Время для дискуссий прошло. Не ожидал от вас такого. Мы многого не ожидали, пока не началась война. Так, ну, вроде бы со всеми уже попиздел. Время для восстановления. уничтожением исток исток не умер он выжил в недрах мозаики теперь его дреноут висит на орбите угрожая все планете пробитесь на эту летающую крепость и стоп должен быть уничтожен ну принципе на этом наверное пожалуй все на сегодня можно остановиться а все готовы Вперед! Угу. Ну ладно, давай. Счастливо тебе.